Летом пчелиная семья делится пополам. Одна часть пчёл остаётся в улье, а второй части нужен новый дом. Вот здесь справа – это рой, которому нужен новый дом, а слева – чистый внутри и пустой улей. Но пчёлы почему-то не хотят переходить в него. И я стал думать, почему. И тут я вспомнил, что у пчёл есть главная пчела – матка, и они слушаются её во всём. Я подумал, что надо найти матку и пересадить её в дом, где они будут жить. Я нашёл матку и пересадил её. И пчёлы толпой поползли в новый дом. И я подумал, что я правильно сделал. И буду делать так и в другой раз, когда другая семья пчёл тоже начнёт делиться пополам. Интересно наблюдать, как они ползут. Но тут я заметил, что некоторые пчёлки не ползут, а как будто стоят на месте. Я пригляделся и увидел. Увидел, что часть пчёлок стоят, подняв хвостики, или подняв свою попку вверх, и изо всех сил машут крыльями. Машут крыльями, но не летят. «Для чего?» – подумал я. «От их крыльев, наверное, слабенький ветерок есть. Но зачем?» А когда я посмотрел на раевню справа, из которой пчёлки переползали в пустой улей, то увидел, что ещё очень много пчёлок сидит кучками и что-то обсуждают. Может быть, они спрашивали друг друга, «А куда делась наша мама, наша матка?» А матка-то уже в улье слева, и они не могут увидеть её. Но у пчёл очень хорошо развит мюх, и они могут по запаху учуять матку, даже если её не видно. Я подумал, что пчёлки помогают так друг другу найти свою маму. Они машут крылышками, и запах от их матки, от их мамы, которую они очень сильно любят, доходит и до тех пчёлок, которые не видят свою маму и не чувствуют её запаха. И когда эти пчёлки почувствуют запах своей мамы, они сразу поворачиваются и ползут к своей матке в улей. Субтитры создавал DimaTorzok